В техническом плане пробег Сахара Челлендж проходит совершенно спокойно. Если б не мелкие дорожные неурядицы, то было бы совсем скучно. И в первую очередь неисправности были связаны с перегоревшими предохранителями, заклинившими тормозами, растягивались ремни, отказывал генератор на автомобиле. Что на дизельных машинах позволяет ехать совершенно спокойно. Из года в год повторяется ситуация, что машины, купленные по дешевке в Европе, доезжают до финиша без каких-нибудь серьезных поломок. Проникшись искренней симпатией к жителям Буркино-Фасо, участники пробега сами без всяких просьб отдали им все, что привезли с собой для этих целей из России. Но на этом благотворительный порыв отважных покорителей иностранного бездорожья не иссяк. Они просто не смогли проехать мимо совершенно незнакомых христианок, попавших в трудное положение при сборе урожая баобабовых семян. Приняв непосредственное и активнейшее участие в нелегком сельскохозяйственном процессе, путешественники вкусили от плодов труда своего. Оказалось, что баобабовые семечки по вкусу напоминают высохший зефир или пирожные безе. Вот и еще одно из многочисленных неожиданных открытий, совершенных для себя участниками пробега «Сахара-челлендж-2010». Тагоны – загадочный народ, живущий в труднодоступном районе вокруг уступа Бандиагара. Добраться туда можно только пешком, на осликах или на полноприводных автомобилях. Посовещавшись, обзудив альтернативы, взвесив все за и против, наши герои выбрали, правильно, полноприводные автомобили. По информации из интернета было известно, в каких деревнях находится то, что мы называем художественной самодеятельностью. Мы приехали в небольшую деревушку Тилерии и обратились к деревенскому старости. Пока староста оповещал односельчан о предстоящем выступлении, джиперы приобщались к африканской старине. В музее под открытым небом, содержащем огромное количество тесных, глинобитных жилищ догонских предков. В эпических сказаниях благородных догонов, а следовательно и в хореографическом воплощении этих сказаний, причудливо переплелись роптания на тяжелую судьбу простого африканского селянина с небесспорной информацией об отдаленных небесных светилах. Что касается первой части, то здесь все просто, по-человечески понятно и не может не вызывать сочувствие. Крокодил не ловится, не растет кокос, опять же, вон та тварь трехглазая повадилась скот таскать по ночам. Матримониальные проблемы туда же. А вот с космической доктриной племени все гораздо сложнее. Лучшие умы мировой науки никак не могут объяснить, откуда в древних догонских мифах сведения о размерах и массе звезды Сириус-Б, открытые учеными только накануне Первой мировой войны. Кто рассказал предкам этих мирных африканских пастухов о звезде Сириус-С, которая по расчетам вроде бы и должна находиться где-то возле Сириуса-Б, только вот никто из астрономов ее пока еще не видел. И если бы только это, определенно, дело пахнет между планетными сношениями. Что касается самих догонов, то у них на все свой ответ. Покинули, мол, наши пращуры в ковчеге родную сторонку, светлую звезду По. С тех пор вот и приходится горе мыкать по пустыне, да перед землянами скакать в неглиже за долю малую. Внедорожная экспедиция «Сахара-челлендж» приближается к завершению. На пароме по Нигеру через некогда роскошный город Тимбукту обратно в Бамака, а там распродав машины на самолете домой в снег, мороз и рабочие будни. 35 дней по дорогам и бездорожью желтой жаркой Африки – это замечательное приключение, которое стоит испытать хотя бы раз в жизни. Это был тележурнал «Оффроуд драйв». Взгляд на мир с высоты дорожного просвета. Всем полного привода! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...